Информационная война Дмитрий Подберезкин делает обзор иностранной прессы Давайте посмотрим Друзья, пришло время обзора зарубежной прессы Занятие довольно увлекательного и поучительного В студии Дмитрий Подберезкин Приветствую всех Начнем с американской газеты Washington Post Это издание потребовало запретить работать в Америке Российским средством массовой информации Прежде всего агентству «Спутник» и телеканалу «Russia Today» А все потому, что наши СМИ, по мнению Washington Post Сыграли большую роль в избрании президентом США Дональда Трампа От себя добавим, вот тена В Соединенных Штатах аудитория местного телеканала CNN Поливавшего грязью Трампа В несколько раз больше аудитории «Russia Today» Тут одно из двух Либо и правда российскому телеканалу Американцы верят больше CNN Либо журналисты Washington Post Совсем с ума посходили Черным поемом Финская газета «Хельсинки Санамат» Напечатала статью своего корреспондента Побывавшего в Якутии Тот был крайне удивлен якутской действительностью Он пишет, что местные оленеводы Как сыр в масле катаются У них и новейшая компьютерная техника И суперсовременные снегоходы Причем российского производства И много других благ И деньги они швыряют направо и налево И даже водкой обливаются ради потехи В общем, мы думали, пишет финский журналист Что люди тут от нищеты бесятся А они и правда бесятся Но с жиру Черным по белому Далее обратимся к литовской газете «Делфи» Это издание с возмущением написало Что в Вильнюсе появились брошюры Со сравнительными данными уровня жизни В Литве и Калининградской области России В брошюрах сказано Что хоть зарплаты в Калининграде и Вильнюсе Примерно равны Зато цены в литовской столице в разы больше Поэтому жизнь хуже Это провокация, считает Делфи Об этом нельзя писать Поскольку не в деньгах счастья А в принадлежности к Евросоюзу Черным по белому Украинская газета «Вести» написала о скандале в Запорожье Там в управлении внутренних дел На глазах десятков посетителей и сотрудников Жестоко подрались две женщины-полицейских Одна из подравшихся оказалась гораздо сильнее В результате ее поверженная соперница Угодила в реанимацию Ну а победительницу наказали тем Что отправили на курсы повышения квалификации До встречи! Черным по белому Каждый раз черным по белому нам дает какой-то оттиск, картинку Буквально из разрозненных таких кусочков стекла Как калейдоскопия О том, что пишут Что говорят, это отдельная история Мы об этом тоже с вами говорим Но что пишут в средствах массовой информации на Западе А в данном случае еще и на Украине В той самой стране, которая еще на протяжении всего 20 века Была неотъемлемой частью русского мира А сейчас, так получилось, находится под оккупацией Но я хочу обратить внимание Давайте построим сегодняшний эфир, оттолкнувшись от черным по белому Я хочу обратить внимание на два очень важных момента Первый Вот в первом сообщении было сказано о том Что Вашингтон-Пост, ну, сделал предложение Запретить на территории Соединенных Штатов Америки Russia Today спутник То есть средства массовой информации из России Которые посевали, ну, как бы, русский взгляд на происходящее событие При этом, как вы помните, прямо никто никогда не вмешивался в ход избирательной кампании Об этом и президент наш говорил Что мы будем сотрудничать с любой администрацией Которую выберет американский народ И, собственно говоря, вот прямой пропаганды Там, голосуйте за Трампа Или голосуйте против Клинтона Никогда и не было Но Вот это предложение прозвучало И оно, в отличие от прямого там диалога Оно создает у своей аудитории Образ того, что Россия Повинна в избрании Трампа Это называется спецоперация Под чужим флагом Когда оперируют не фактом А накачивают образ того, что фактом никогда и не было Кстати, хочу обратить внимание на очень важный момент Победа Трампа во многом обусловлена влиянием социальных сетей Мы с вами встречаемся вот в это время у телевизоров И обсуждаем информационную работу с населением Наша программа называется «Информационная война» Но мы с вами подразумеваем И об этом говорим уже три года Что это только обозначение реперных точек А на самом деле основная информационная война Особенно с точки зрения работы с украинским населением Где у нас с вами и родственники, и сослуживцы И знакомые, и друзья в прошлом И там есть информационный колпак Русские средства массовой информации туда не доходят И мы с вами всю работу строили В таком ракурсе Чтобы люди, сидящие в Одноклассниках В Фейсбуке, ВКонтакте Могли доносить русскую точку зрения Или точку зрения крымчан на референдум Или точку зрения крымчан На справедливое устройство общества Вчера мы обсуждали очередное заявление Дмитрия Потапенко Который высказался по поводу Крыма И который, ну, как бы В общем-то он не говорил о том, что Крым не наш Он говорил, ну, кто-то это называет возвращением Кто-то называет аннексией Это не важно И таким образом он дал понять невербально Что для него не важен вопрос Когда 2,5 миллиона крымчан 90%, больше 90% Пошли на референдум И проголосовали А для него это аннексия И вот донести точку зрения крымчан Даже не до зарубежной территории А до наших либералов Которые живут и являются гражданами Российской Федерации А до сих пор еще есть рецидивы того Что они не понимают, что произошло в марте 2014 года Это тоже является частью нашей с вами работы Так вот, вернемся к Трампу И вернемся к его избранию Оказывается, в Соединенных Штатах Америки Представьте себе Даже у нас средства массовой информации В основном-то неявно Вот так вот, знаете, намекали Что все равно будет избрана Клинтон Базировалась эта уверенность на том Что из всех средств массовой информации В Соединенных Штатах Америки Практически большинство ратовало за Клинтон И они всячески продвигали идею Что дом Клинтонов в очередной раз придет к власти Оказалось И это подтверждают маркетинговые исследования Вообще рынка социальных сетей Оказалось, что в Соединенных Штатах Америки Народ телевизор-то воспринял Но в основном Вся основная жизнь и пропаганда И агитация происходили в интернете И люди проголосовали В большинстве своем За Трампа И этим самым выразили свой протест Той системе, тому устройству общества Которое царило в Соединенных Штатах Америки Последние десятилетия И таким образом проголосовали За изменение вот этой вот ситуации Социальные сети по сравнению с телевизором Сегодня обладают большим влиянием Во-первых, даже и по количеству Времени непосредственного контакта С абонентом или со зрителем Или с участником диалога Во-первых, еще с наличием обратной связи То есть в социальных сетях Происходят фактически те же самые ток-шоу То есть мы смотрим у Соловьева В студии Встречаются разные люди И начинают друг с другом обсуждать Противоположные точки зрения А ведь на самом деле В социальных сетях происходит то же самое Каждый день И получается, что воздействие на аудиторию При помощи социальных сетей Сегодня превышает Воздействие, которое делает телевизор Основные тезисы могут генерироваться в телевизоре Люди их подхватывают Начинают пересказывать Начинают доказывать Начинают аргументировать И делать выводы И таким образом Вот эта информация, которая доносится из интернета Она обладает большим коэффициентом полезного действия Что мы с вами увидели в начале ноября На выборах президента Соединенных Штатов Америки Когда потом вскрылась сама механика этого дела Оказывается В штабе Трампа Есть один из руководителей этого штаба Медийщик, который руководит компанией Оперирующий всеми аккаунтами В Твиттере, Фейсбуке и так далее В других социальных сетях В Соединенных Штатах Америки Есть некоторые социальные сети Которых у нас нет Так вот Там была выработана целая стратегия Того, какие генерировать лозунги Какие рассказывать истории Как, собственно говоря Формулировать проблематику Повестки дня Соединенных Штатов Америки И формулировать решения Понятное дело Выборная агитация Это больше тоже накачка определенных образов На самой практике управления Все происходит не так, в общем-то, радужно И не так однозначно Но, тем не менее Социальные сети на сегодня Я это хочу еще раз подчеркнуть Обладают значительным влиянием на аудиторию И поэтому я хочу снова напомнить О нашем с вами изобретении Которое мы сформулировали в 2014 году И который зрители программы Информационная война Называют горизонтальный договор Если у нас с вами возникает Коллективная потребность Продвижения тех или иных идей Если у нас с вами возникает Необходимость влияния На ту или иную аудиторию Например, ту же украинскую Мы с вами можем подписать Так называемый горизонтальный договор Это значит, что Если вдруг У какого-то члена этого договора Возникает очень важная информация Он просит перепоста То члены горизонтального договора Делают это автоматически То есть они просто понимают Что если горизонтальный договор заключен И человек находится у тебя в аудитории Среди друзей, среди френдов В разных социальных сетях Это называется по-разному То ты просто берешь И нажимаешь кнопочку Поделиться И в результате возникает волна Которая по своему медийному Эквиваленту По количеству контактов По количеству проявлений В интернете Среди разных людей Сидящих в настоящий момент Перед мониторами своих компьютеров Возникает информационная волна Которая по частоте контактов Соизмерима Например, если вы попали В эфир федерального канала В какой-нибудь прайм-тайм То есть, например, если вы записали Видеообращение К родственникам на Украине Или, например, к либералам Или, например, к определенным Представителям тех или иных Государственных органов То в результате применения Горизонтального договора Медийное, то есть GRP Количество контактов в единицу времени Увидят этот ролик В результате горизонтального договора Очень большое количество людей Даже если адресаты конкретные Если им предназначается Не увидят То в любом случае Общественное мнение Сформировавшееся вокруг Этого информационного события Донесет в любом случае И тогда получается Что управленческая задача Вот этого информационного Сообщения А управление Это информационный процесс Вы начинаете говорить Перед аудиторией Вы уже фактически Начинаете ею управлять И вы достигаете Определенных целей Собственно говоря Эта методика Которая называется Горизонтальный договор Она существует и помимо Нашего сознания Но мы ее сформулировали С вами И мы этим инструментом Уже с вами достаточно успешно Пользуемся Есть огромное количество людей Которые Просят у меня перепоста Я прошу перепоста Мы с вами посеваем Всевозможные Не только Управленческие там ролики Но и общеобразовательные И это на самом деле Хорошо Если продолжать отталкиваться От рубрики Черным по белому И посмотреть Что там дальше Обсуждается То информация Причем с той стороны В пересказе Понятно Дмитрия Подберезкина Но с той стороны Отталкиваясь От конкретного Фактологического текста Того или иного Издания Указывает На очень интересную Особенность Во всем мире Наблюдается Мировой кризис Количество денег Количество Ресурсов Находящихся У каждого домохозяйства По всему миру падает И это Ну аксиома То есть когда мы с вами Например В тех или иных ток-шоу Сталкиваемся с мнением Что В России люди стали жить хуже То всегда нужно Соизмерять И соразмерять это С представителями Других стран И вот получается Что западноевропейские Средства массовой информации Нам сообщают о том Что цены Разные А номиналы Там зарплат Предположим Одинаковые Но уровень жизни Качество жизни В Калининградской области При Балтийских республиках Разнятся И мы получаем Такую обратную связь Не из-под наших Пропагандистов А непосредственно От людей Которые Ну как бы Не являются нашими Это И тут же Слышим о том Что нужно запрещать Такую информацию Потому что Соотношение Покупательных способностей Жителей Российской Федерации И покупательных способностей Жителей других стран И даже получается Членов ЕС И членов НАТО Оно уже на сегодня Так мягенько Намекает на то Что повторяется Ситуация 1939 года Помните Когда Бывшие части Российской империи При Балтийской республике А это на самом деле Провинции Российской империи Которые в результате Первой мировой войны Пошли в свободное плавание И были оформлены Как в отдельное государство А потом В 1939 году В результате И в 1940 году Когда Эти территории Отошли к Советскому Союзу То нужно сказать Что это не была Вооруженная аннексия То есть Советская Армия Красная Армия взяла И стала на эти территории Нет Это было вызвано Еще и тем Что в результате Индустриализации Коллективизации В результате Модернизации Российского государства Которая стала Называться Союз Советских Социалистических Республик Именно к концу 30-х годов Уровень жизни Граждан на советской территории Уровень жизни Граждан живших В Прибалтийских странах На тот момент Они тоже отличались В разы И получилось Не только Волонтаристское решение Властей Там например Тех же прибалтийских стран Которые сидели В посольствах Москвы И обсуждали Вот этот вот вопрос Но случилось то Что снизу проголосовали То есть люди хотели Жить не хуже Чем в Советском Союзе Это действительно так То есть уровень жизни Советского Союза Перед Второй мировой войной Был выше уровня жизни Прибалтийских странах Так точно Возможно Германии И Великобритании И Франции Это не так касалось Хотя были соизмеримы В общем-то понятия Но тем не менее Вот это присоединение Бывших русских территорий В состав Советского Союза Которое кстати Совершенно не обсуждается Что это неотъемлемая часть Территории Российской империи И прибалтийские страны Это наши бывшие русские территории Которые только в начале 20 века пошли в свободное плавание Так вот история повторяется В конце 30-х годов Уровень жизни был выше И во многом Не было такой знаете Партизанской войны Сопротивления Очень многие жители Тех прибалтийских республик Проголосовали ногами Они вошли В состав Советского Союза Это было Всенародное решение Тем не менее Оно конечно же Было закреплено Вооруженными силами Потому что речь шла О взаимодействии с Германией Никто не питал иллюзий Связанных с тем Что Германия Это наш друг на века И вот этот вот пакт Молотова-Риббентропа Который кстати Очень многим ставится В пику нам Что мы пошли На сговор С фашистской Германией И чуть ли мы не повинны В развязывании Второй мировой войны Это все Сказки в пользу приезжих Мы выставляли Наши вооруженные силы И мы отодвигали Линию начала Будущей войны Это все было просчитано Это все Планировалось И нужно сказать Что кстати Вот эта беспримерная эвакуация Огромного количества Производства Станков Электростанций Людей Живого скота Которое было осуществлено В течение 41-го года Даже до нового года 42-го Говорило о том Что это была спланированная акция Она планировалась задолго До начала Второй мировой войны Нужно сказать Что некоторые Мобилизационные планы Начали уже писаться В 28-м году То есть Планирование Будущей схватки Продолжение Первой мировой войны Которой по сути И являлась Вторая мировая война Планирование вот этой схватки Началось за 12-13 лет До начала Самой мировой войны Но я Отталкиваюсь От черным по белому И мы с вами Обратили внимание На то Что Средства массовой информации Западной Европы И восточной Говорят о том Что уровень жизни На удивление Западноевропейцев В Якутии В Калининградской области Вызывает у них зависть И они не очень понимают А почему так происходит У них стереотип Накачиваемый Их средствами Массовой информации Говорит о том Что Россия После развала Советского Союза 91-го года По инерции Находится в руинах Ее экономика Вспоминаем Обаму Разорвана в клочья Что люди там Живут от зарплаты До зарплаты Кстати я не хочу сказать Что этого нет Но покупательная способность Зарплаты Или например Возможность прожить От месяца до месяца В соотношении Покупательной способности В Западной Европе Даже если там денег Платится больше Там ценник повыше Оказывается Что жить комфортнее здесь То есть при всем при том Что очень многие люди Действительно Я вчера узнал Что некоторые госслужащие У нас в Крыму Получают зарплату Там номинальную 6,5 тысяч рублей То есть цифра немыслимая Как можно выжить месяц На 6,5 тысяч рублей Или учителя там Некоторые тоже получают Небольшие зарплаты Но тем не менее Получается ситуация Что в Западной Европе Нет такого ценника Например на коммуналку Мы с вами очень много Слышим о коммуналке Например на территории Украины О том Насколько Несоизмерима пенсия Которую получают пенсионеры И этой пенсии Не хватает только Чтобы заплатить За коммунальные услуги А кстати Это европейская модель Причем на Украине Ее даже закручивают Даже больше То есть стоимость жизни Качество жизни В Западной Европе И в Восточной И в Прибалтийских республиках Таково Что нам надо научиться сравнивать Нам нужно Получать эту информацию Для того Чтобы ну как минимум Затыкать Паникеров С нашей стороны У нас же тоже есть люди Которые берут И раскачивают волну И говорят Что все очень плохо А рашка гниет Там и так далее И так далее И при этом Накачивают матрицу Работающую на их Средства массовой информации Мы ведь с вами Живем в состоянии Информационного состязания И я не хочу сказать Что у нас там Например все идеально И все хорошо Далеко нет Сиюминутные показатели Говорят Что у нас Чуть-чуть лучше И это позволяет Построить стратегию Планирование Для того Чтобы ну как минимум Решить вопросы Связанные с тем Что Очень многие Управленческие проблемы Строятся на том Что они не проговорены Что Объект управления Это вся территория И люди живущие на них Субъект управления Это вот Чиновничий корпус Между ними Связи затруднены И в общем-то Прохождение информации Скорость прохождения информации Скорость принятия решения Достаточно инерционной Так вот Для того Чтобы Оттолкнуться От тех ресурсов И от тех возможностей Которые у нас Уже сегодня есть Для того Чтобы спланировать Улучшение И действия на земле Которые нужно предпринять Для того Чтобы улучшить ситуацию Мы с вами Тоже И встречаемся В эфирах Информационной войны Потому что Это тоже Есть предмет Наших управленческих мыслей Хочу кстати Обратить внимание На очень известную Статью Которая Позавчера Буквально Взорвала весь интернет Некто Остафьев Учредитель Группы компании Уралпресс Это наш Гражданин Российской Федерации В одном из сайтов Своего Медийного холдинга А он Соучредитель Нужно сказать Что Уралпресс Имеет долю Зарубежную То есть Среди его Акционеров Есть Американские Медийные холдинги И собственно говоря Даже по Статье Остафьева Вот этого Я его имя честно говоря Ну вот Перечитывал Сейчас имя не назову Но фамилия Остафьев То есть можно будет В гугле вбить И прочитать О чем он там написал А он написал О следующем Это тоже кстати Вопрос информационной работы Поскольку человек Является вроде бы Гражданином Российской Федерации Вроде бы даже Учредитель медийного холдинга Но у него есть Акционеры из-за рубежа И они ему диктуют Такую повестку дня Он написал Следующую вещь Что Я и сам Не считаю себя Должным этому государству И своих детей Воспитываю В том контексте Что они никому Ничего не должны И дальше Идет такая вот Статья Что родители Его воспитывали так Что он никому Ничего не должен Ни родителям Ни стране Он должен чистить По утрам зубы Потому что Если он этого не будет делать То окажется у стоматолога И он должен На красный свет Стоять на переходе И ждать когда Загорится зеленый Потому что в противном случае Тоже встретиться с врачом И это еще в лучшем случае Соответственно У него родилась Ценностная шкала Что Он этой стране Ничего не должен Когда он еще В советское время Или уже После советского Вот в 90-е годы Отслужил два года В армии То он очень удивился Потому что Нигде он не встретил Кроме конечно Конституции Он нигде не встретил Вот этого договора Почему он должен Государству отдать Два года жизни И дальше пошла Целая философия О том Что все Что не записано В договоре А это для него Является Ну как бы Основным критерием Истинности Или неистинности Не является долгом То есть Неписанные законы Для него пустой звук Писанные законы Это не пустой звук И получается Что человек Используя средства Массовой информации Посевает в обществе Элементы чужой культуры В чем отличается Наша культура От западной А речь идет О западных акционерах В его медийном холдинге Наша культура Отличается прежде всего И об этом президент Очень много говорил Коллективистским подходом К правилам жизни А западная культура Отличается Индивидуалистическим подходом К правилам жизни Это простым языком Называется Вот если Кто из мужиков Служил в армии И в армии Исключительно Коллективистский подход К жизни То есть если кто-то Например На нычке Начинает есть посылку Пресланную мамой То он становится Жлобом В данном случае Терминология Жлоб и не жлоб В коллективистской Культуре Сразу становится Понятной У нас очень многие люди Закосили от армии В последнее время Эта культура Не прививается У меня недавно был В работе актер Который снимался В кино И который например Действительно Ну в армии Не служил И соответственно Совершенно не понимает Что такое Коллективистский подход К жизни Он был субпродюсером Фильма И как бы Случилась такая ситуация Что он заработал деньги Ну и в общем-то Спокойно их потратил На стороне Хотя мы договорились Что при период Производства Мы как бы Делаем все сообща Это тоже элементы Культуры Культуры коллективистской И культуры Индивидуалистической И вот Я предлагаю Всем Зрителям Которые являются Членами горизонтального договора Которые участвуют В распространении Элементов нашей культуры В информационном пространстве Ну дать оценку Такой статье Которая Остафьевым написана И которая является Ну как бы знаете Вброшенным элементом Чужеродной культуры В наше информационное поле Я хочу коснуться Вопросов культуры С точки зрения справедливости Очень кстати большой резонанс Вызвали наши прошлые эфиры Связанные с определением Что такое справедливость И это понятие Оно является фундаментальным Оно является фундаментальным Даже с точки зрения Нашей русской культуры Нашей ценностной шкалы Дело в том Что культура Это не набор искусств Это не театрники Но это передача моделей поведения То есть например Если родилась какая-нибудь там Пчела или муравей То для того чтобы он Имел жизнедеятельность У него должно быть Информационно-алгоритмическое Обеспечение Это его Муравья там Или пчелы душа Это все равно Как если в мобильном телефоне В нем нет операционной системы Это просто кирпич Получается что Человек от животного мира Отличается тем Что кроме обеспечения Жизнедеятельности его тела Еще существует Информационно-алгоритмическое Обеспечение Его моделей поведения В обществе А это генетически Не передается Это не в этой операционной системе И получается что Наш коллективистский способ Стояния на земле Это Есть максимально Комплементарное Или Благоприятное Для природы Способ жизни На этой планете И получается что Люди которые управляют Средствами массовой информации Разными холдингами Путем вброса таких статей Путем использования того Что многие люди Не служили в армии Не понимают нашей культуры На уровне казармы На уровне Встать Уснуть вечером Жить в коллективе Они пытаются Расшатать и атомизировать Наше общество Которое и так Не является Не имеет признаков Большой сплоченности Большой спаянности И таким образом Расшатать нас изнутри Поэтому я предлагаю На такие статьи Не проходить мимо А на них реагировать Делать комментарии И всячески обозначать Маркерами Наши цивилизационные коды Потому что от этого Зависит наша безопасность Зависит то Как будут жить наши дети И в конце концов Будет ли Россия Процветающим государством На протяжении Ближайших 150-200 лет А меньший горизонт Планирования Нам даже и не интересен Сегодня пятница 16 декабря 2016 года Мы отработали Обычный сценарий Черным по белому Оттолкнулись От тех сообщений Которые мы услышали С западной стороны И в общем-то Пришли к выводу о том Что нам с вами Рано еще уходить на покой С точки зрения Информационной работы В социальных сетях В эфире была Информационная война Спасибо за внимание Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова